Продолжаем изучать историю. Повторять, готовиться к экзаменам. Тема видеоурока 15. Внутренняя политика и экономика в 1725-1962 годах. Рассмотрим 4 коротких вопроса и несколько понятий, которые необходимо выучить наизусть. Всего их 3. Итак, первый вопрос. Система управления страной в этот период. Второй. Укрепление позиций дворянства. Третий. Экономика России в 1725-1762 годах. Четвертый вопрос. Внешняя торговля в середине 18-го столетия. Понятие. Дворцовые перевороты. Привилегии. Посессионные крестьяне. Итак, система управления страной. Нужно задуматься и ответить на такой вопрос, рассматривая данную тему. Замедлилось или ускорилось экономическое развитие России после Петра. В эпоху дворцовых переворотов власти оказывались люди, не подготовленные к правлению страной. Поэтому неизбежным стало появление особых органов, как официальных, так и неофициальных, которые брали на себя груз повседневной управленческой работы. Так действовали и Верховный тайный совет до 1730 года, и Кабинет министров с 1731 по 1741 годы, целое десятилетие. И конференция при высочайшем дворе тоже несколько лет, 6 лет, 1756-1762. При Анне Иоанновне, императрице, подписи трех министров, поставленные на документе, официально заменяли подпись императрицы. А на деле часто хватало и резолюции одного министра. Но при этом царица сохраняла за собой многие важные функции. Производство высокие чины, утверждение назначения на высшие государственные должности, на награждение деньгами, почестями, деревнями, скрепостными крестьянами и другие. При правительницах Анне Иоанновне и Елизавете Петровне Чрезвычяне расширился императорский двор. Вместе со служителями, поварами, прачками, лакеями в него входило свыше 800 человек. Согласитесь, число довольно-таки немалое. 800 человек. Двор со своей системой служб и должностей стал важным элементом в структуре верховной власти. Двор отсюда дворяне. Придворные соперничали за влияние на императора и его милости. А важные государственные дела порой решались на балу или за карточным столом. При дворе преемников Петра Первого возросло влияние фаворитов, такое явление как фаворитизм от итальянского фавор, благосклонность. Фавориты, любимцы монарших особ, пользовались их доверием, за счет чего получали политическое влияние и значительную власть в стране. Такой фаворит как Меньшиков фактически правил государственным в конце жизни Екатерины Первой и в первые дни царствования Петра Второго. Однако он самовольными действиями настроил против себя двор, настроил императора и министра, и потому был отстранен в результате придворных интриг и заговора от власти он был устранен. Другие фавориты, например, фаворит Анны Иоанновны, курлянский дворянин Бирон, напротив, умело пользовался своим положением. Он ведал личные канцелярии государы, нет, куда поступали рапорты и прошения на ее имя, и решал, что и как доложить Анне Иоанновне, за кого замолвить слово, а кому навредить. Он же проводил неофициальные беседы с иностранными дипломатами, чтобы выяснить их намерения. Многим фаворитам казался всесильным, но он сам много лет исполнял роль верного слуги и скромного посредника между ее императорским величеством и подданными. Однако попытку стать настоящим правителем после смерти своей покровительницы знать Бирону не просила, а такую попытку он совершил. Чтобы держать под контролем огромную страну в 1731 году, Анна Иоанновна создала канцелярию тайных разыскных дел. Иначе она называлась тайная канцелярия. Она ведала делами о государственных преступлениях. Фаворитизм наиболее ярко проявился в правлении Екатерины Второй. Она окружила себя множеством фаворитов. Такой вот современный писатель, как Валентин Пикуль, он очень хорошо в своих романах описал вот это явление фаворитизма. Так Екатерина Вторая окружила себя таким числом фаворитов, а с некоторыми из которых ее связывали очень тесные личные отношения. Но несмотря на то, что в верховной власти в стране в эпоху Дворцова-Переворотов оказались допущены люди во многом случайные, общее направление внутренней политики не изменилось. Не были отменены Петровские преобразования, и общий путь развития страны оставался прежним. В 1725-1762 годы, вот в этот период, последовательно проводилась политика поддержки дворянского сословия, усиливался нажим на податные сословия и упрощение крепостного права с целью получения максимума выгоды для правящих кругов. Как же укреплялись позиции дворянства? Второй вопрос. В течение всего периода, который мы рассматриваем, дворянское сословие получало все новые привилегии. Во-первых, расширялись их возможности в отношении земельных владений и в отношении власти над крепостными. Во-вторых, делались поблажки внесения ими службы. Так, при Анне Иоанновне в 1731 году помещики получили право сбора податей со своих крепостных. Этим укреплялась их власть над крестьянами. Еще ранее помещикам было предоставлено право осуществлять суд над своими крестьянами, а также полицейский надзор. В 1730 году был отменен и изданный Петром Первым указ о единонаследии, то есть о порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах. Отныне дворянин сам мог решать, как делить между своими наследниками землю. В 1732 году для детей дворян был учрежден кадетский корпус, выпускники которого становились офицерами. Разрешено было записывать дворянских детей в полки с младенческого возраста, так как они получали возможность приступить к службе по совершеннолетию сразу же в должности офицера, минуя низшие солдатские должности. В 1736 году срок обязательной дворянской службы был ограничен 25 годами, причем одному из сыновей в семье дворянина разрешалось вообще не служить. Все это вело к тому, что в возрасте 35-45 лет дворянин, служивший прежде в армии, теперь мог заниматься своим хозяйством. Новых привилегий дворянство добилось в царствовании Елизаветы Петровны. Все участники переворота 1741 года, которые не имели дворянского звания, получили его вместе с денежными земельными пожалованиями. Многие принадлежавшие государству металлургические заводы по заниженной цене с рассрочкой платежа были переданы близким к императрице дворянам. Шуваловым, Чернышевым, Воронцовым, Репниным, Ягужинским. Все дворянство получило в 1754 году монополию на винокурение, что гарантировало доход от поставки водки, то есть хлебного вина, и в казенные петейные дома. Поставки водки в казенные петейные дома. Была подтверждена привилегия дворян во владении землями, населенными крепостными крестьянами. Дворянство было освобождено от унизительных наказаний розгами и кнутом. Помещики получали право самим наказывать крестьян за побег, ссылать своих крепостных крестьян на поселение в Сибирь. Причем каждый сосланный засчитывался вместо рекрута в армию. Помещики получили право беспрепятственно расширять свою пачню за счет крестьянских наделов. В результате крестьянские наделы, особенно в черноземных землях, уменьшились до полутора десятины на душу. Венцом политики в отношении дворянства стал изданный Петром III в 1762 году манифест о вольности дворянства, согласно которому дворяне были освобождены от обязательной службы государству. Теперь они могли уходить в отставку по своему усмотрению или вообще не служить. Этими разрешениями было завершено формирование дворянства как особого, самого привилегированного сословия в России. Наличие у него лишь прав и привилегий при почти полном отсутствии обязанностей в отношении государства не могло не сказываться отрицательно на положении дел в стране. Экономика России в указанный период Третий вопрос Политика в отношении главного податного сословия крестьян не могла не отразиться на развитии промышленности в стране. По мере ужесточения крепостнического режима сокращалось число свободных людей, труд которых мог быть использован на мануфактурах. Основными работниками на мануфактурах были крепостные крестьяне. Прикрепление крестьян к мануфактурам практиковалось еще при Петре I, но официально было провозглашено указом Анны Иоанновны от 1736 года. По этому указу на мануфактурах были оставлены навечно не только работавшие на них наемные работники, но и их семьи, которые в одночасье превратились в тех же крепостных, только занятых промышленным трудом. Такая же участь постигла нищих и бродяг, приписанных к мануфактурам. Елизавета Петровна, придя к власти, подтвердила этот указ. Так сложилась особая категория крестьян, посессионные крестьяне. Они работали на том заводе, к которому были приписаны, и не могли продаваться отдельно от него. Посессионных крестьян, в отличие от крепостных, не разрешалось переводить на сельскохозяйственные работы, не разрешалось отдавать в рекруты вместо крепостных. Управление и суд над ними осуществляла специальная мануфактур-коллегия. Металлургические заводы же находились в ведении БЕР-коллегии. Прикрепление крестьян к мануфактурам поначалу способствовало росту числа мануфактур, однако впоследствии стало тормозить развитие промышленности, так как не предусматривалось создание мануфактур со свободными наемными работниками. Невозможность строительства новых мануфактур из-за отсутствия свободных рабочих рук стала одной из причин отставания России в промышленном развитии от стран Западной Европы, которое в полной мере проявит себя позже, в 19 веке. Вот это отставание. Однако в середине 18 века мануфактурное производство развивалось успешно, а по некоторым показателям, например, по выплавке чугуна металла в России, занимало первое место в мире, обгоняя такие страны, как Англия и Франция. Государство всемерно поддерживало развитие промышленности. Оно регламентировало деятельность предпринимателей, давало обязательные заказы, предоставляло льготы на беспошлиную торговлю, монополии на производство конкретного товара, владение казенной землей и лесами, контролировало ассортимент и качество продукции. Нельзя было основать производство без разрешения соответствующей коллегии. При существовании крепостного права, в отсутствии свободного рынка рабочей силы, купец или промышленник стремился купить посессионных крестьян, либо закрепить рабочих на своем предприятии. Лучшим способом защитить свою собственность было получение дворянского титула, поэтому русские фабриканты, вышедшие из среды крестьян, всемерно стремились к этому. И многим это удавалось. Например, дворянские роды Демидовых, Баташовых, Твердышовых, Яковлевых, Гончаровых были основаны фабрикантами. Особенно бурно в середине 18 века развивались предприятия металлургии, а также суконные и полотненные мануфактуры, ориентированные на обслуживание армии. Главным промышленным центром со времен Петра Первого продолжал оставаться Урал, где добывалась медь, выплавлялся чугун и прочие металлы. Здесь разрабатывались ранее открытые месторождения, а также осваивались новые. В 1745 году крестьянин Ерофей Марков в долине реки Березовки на Урале нашел первое российское золото. Впоследствии на этом месте был построен казенный березовский завод с рудниками. На Алтае основаны колыва на воскресенские заводы по выплавке золота и серебра, собственницей которых с 1744 года стала императрица Елизавета. Всего в середине 18-го столетия в России действовало более 500 мануфактур. В середине 18-го столетия, начиная с 1740 года, Россия вела активную внешнюю торговлю. В 1740-е и 1750-е годы в стране продолжала успешно развиваться торговля, мануфактурное производство. По инициативе Шувалова была создана комиссия о коммерции, занимавшаяся разработкой проектов развития внутренней и особенно внешней торговли. Проведена была финансовая реформа, учреждены дворянский заемный и купеческий банки. Как я уже сказал, что к середине 18-го столетия в России действовало более 500 мануфактур. Продукты производства этих мануфактур, естественно, предлагались для удовлетворения спроса, прежде всего, во внутреннем, на внутреннем рынке. Но не только. Так, например, в 1744 году в Петербурге побывало 240 кораблей из разных стран. Производимого в стране железа хватало не только на собственные нужды, но хватало и для обширной торговли. А оно было очень востребовано за границей и активно экспортировалось. И Германия, и Франция, и Британия, и Англия. Металл, в основном чугун с заводов Демидовых, вывозился не только в Европу, но и в Америку. Еще больший спрос имели пенька, лен, кожа, лес. А с 1762 года был разрешен и свободный вывоз на экспорт такого продукта, как хлеб, зерно. Главными предметами импорта, то есть закупок, оставались колониальные продукты. Это чай, кофе, фрукты, ну и несколько позднее сахар, а также сукно, краски, вина. То есть преимущественно потребительские изделия. При этом Россия имела активный торговый баланс. Экспорт товаров значительно превышал импорт. Подведем итоги по 15-му параграфу по теме внутренняя политика и экономика в 1725-1762 годах. Итог здесь общий такой, что дворцовые перевороты отнюдь не изменили основное направление социальной политики. Расширение привилегий дворян сопровождалось дальнейшим упрощением крепостного права. Созданная в короткий срок еще при Петре первом промышленная база помогла догнать и даже по некоторым показателям перегранать страны Западной Европы. Но оборотной стороной этого рывка стал поворот промышленности прежде всего тяжелой на крепостнический путь развития, что впоследствии привело Россию к отставанию от стран Западной Европы. Задания на дом. Вопросы и задания для повторения темы данного видеоурока. Здесь шесть вопросов. Первый вопрос. Почему к власти в период дворцовых переворотов укрепляли позиции дворянства? Почему и как это делали власти? Могли ли они действовать иначе в этих условиях? Второй вопрос. Какие привилегии получили дворяне в этот период? Почему именно эти привилегии были для них важны? Третий. Каких прав лишились крестьяне в эпоху дворцовых переворотов? Да и вообще, почему государство ограничивало в этот период права крестьян? Четвертый. Почему созданная Петром Первым система местного управления была практически отменена? Пятый. Как в то время государство наказывало чиновников за взятки и казнократство? И шестой. Назвать причины, ограничивающие рост мануфактурного производства в России? Спасибо за внимание. На следующем занятии мы с вами изучим внешнюю политику России в этот же период, в 1725-1762 годах. До свидания. Шувалов. Портрет 18 века. Продолжение следует... Продолжение следует...